где встречался с избранным президентом Украины Петром Порошенко. В ходе этой беседы глава Белого дома в очередной раз выразил Украине поддержку и даже предложил, чтобы Вашингтон тренировал украинских военных и сотрудников милиции, учитывая ухудшение ситуации на востоке страны. Впрочем, Обама предложил помощь не только Украине. Он заявил, что США оказывают поддержку всем странам НАТО в Европе, включая Польшу, Латвию и Литву. По его словам, военное присутствие Вашингтона в Прибалтике и на Черном море – знак того, что они поддерживают эти страны. Обама также говорил о содействии странам Европы, не входящим в состав НАТО, таким как Украина, Молдавия и Грузия. Согласно планам, президент США должен посетить три европейские страны за три дня. Но, по всей видимости, такой график оказался слишком тяжелым для Обама, поскольку во время речи президента Польши он явно дремал. Впрочем, это можно списать на смену часовых поясов.